Мир захлестнула вторая волна коронавируса. Общее число зараженных приблизилось к 30 миллионам человек. Во Франции ежедневно регистрируются тысячи новых случаев, и на уровне статистики их количество выше, чем в апреле. Врачи обращаются к гражданам с открытым письмом, призывая снизить любые социальные контакты до минимума. Но французы не согласны. Вторая волна или нет, я в хорошей форме, я принимаю меры предосторожности, когда встречаюсь с друзьями и с родственниками. Сейчас в гостях увижу внуков, уверена, что они мне кинутся на шею тут, я не смогу устоять. Тем временем французские врачи готовятся ко второй волне коронавируса. В одной из больниц Леона наплыв пациентов отмечают уже с конца июля. Сперва это были иностранцы, а после августовских каникул стали поступать местные. Палаты уже заполнены наполовину. Самому молодому пациенту 36 лет. Сейчас среди заболевших высока доля молодых, и мы ожидаем, что в основном именно они будут поступать в реанимацию. Мы с тревогой ждем вторую волну и опасаемся переполненных палат, но теперь мы готовы лучше, поскольку уже знаем, чего ожидать. Великобритания пытается наладить массовое тестирование населения на COVID-19. Желающие за эти анализы занимают очередь у двери лаборатории еще в 5 утра. В этом случае им все равно предстоит долгое ожидание. Сами лаборанты утверждают, власти не предпринимают организационных мер, способных решить проблему. Британцы открыто выражают свое недовольство. В главе Кабмина пришлось оправдываться за своих подчиненных. Да, мы столкнулись с тем, что сегодня все захотели выяснить, заражены они или нет. Наши возможности не были рассчитаны на прием одновременно. Такого количества людей сейчас мы думаем над тем, как уменьшить нагрузку на лаборатории и как увеличить их пропускную способность. Подданные королевства пытаются разобраться с новыми ограничениями на общественные мероприятия. В Англии разрешено собираться только группами до 6 человек. Как они определили число 6? Почему не 8? Почему не 10? Это имеет смысл только если вообще сократить число контактов между людьми. Было бы неплохо избежать повторного введения режима изоляции. Это раздражает, но лучше уж так. Маска превратилась в модный аксессуар. Это доказала Мадридская неделя моды. Ее носила публика и манекенщица на подиуме. Впервые в истории показов в испанской столице спонсором стал производитель масок. В сотрудничестве с четырьмя дизайнерами одна из компаний создала 15 тысяч модных повязок, чтобы гарантировать безопасность участников и гостей. Маски с нами надолго. Они уже стали дополнением к нашему наряду, как сумочка или мобильный телефон. В то время как в Европе из-за пандемии коронавируса отменяется множество культурных мероприятий, жители Дрездена смогли насладиться часом живой музыки. Послам организаторов необычный концерт, объединивший группу музыкантов в оркестр, ответ на санитарный кризис и идеальный пример соблюдения правил социального дистанцирования. С крыш многоэтажных домов звучали олимпийские рожки и трубы. Я думаю, это замечательно. Я говорю об инструментах, в частности об альпийском роге, который звучит там, где поначалу это казалось неуместным. Обычно представляешь альпийский рог на пастбище в горах, но теперь его можно увидеть на крышах высотных домов. Это нечто другое. Жители окрестных домов наблюдали за происходящим с балкона в своих квартир. Это действительно здорово. Еще до того, как все началось, у нас пошли мурашки по коже. Здесь очень приятная обстановка. Мы абсолютные фанаты музыки. Я потрясен и атмосферой, и качеством звука. Все на должном уровне. Просто идеально. В других странах не прекращаются протесты против ограничений, введенных на фоне пандемии. В Мюнхене на улице вышли около трех тысяч человек. Поскольку, по данным полиции, количество демонстрантов в шесть раз превысило указанную в заявке численность, при этом многие были без масок, марш был остановлен. Представители движения «Нестандартное мышление» призвали манифестантов отправиться к месту проведения митинга. Я лично против этих антикоронавирусных мер, потому что власти не прислушиваются к мнению других вирусологов, а СМИ дают необъективную информацию. У нас нет больше основного закона Конституции, зато есть закон, защищающий нас от инфекций. Под этим прикрытием нас лишают основных свобод. Президент США Дональд Трамп открыто опровергает заявление ведущих американских экспертов в сфере здравоохранения о том, что вакцина против COVID-19 будет широко доступна лишь во второй половине следующего года. По словам Трампа, США очень близки к созданию столь необходимого стране препарата. Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре. Между тем, кандидат в президенты США демократов Джозеф Байден заявил, что доверяет ученым и сомневается в словах Трампа. Научные открытия зависят от календаря не больше, чем вирус. Они определенно не придерживаются избирательных циклов. Политика не должна вмешиваться в вопросы разработки, одобрения и распространения вакцины. Это дело науки и вопрос безопасности. Клинические испытания российской вакцины против коронавируса в Беларуси начнутся примерно через месяц. Об этом информирует Минздрав. В ходе испытания будет оцениваться эффективность вакцины ГАМ-COVID-VAC. Исследования планируются провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Данное испытание будет частью крупномасштабного теста вакцины, проводимого на территории России. В Беларуси в нем задействуют 100 человек. Желающие могут сделать это в семи столичных и одном витебском исследовательских центрах. Предварительно нужно ставить заявку на сайтах Организации здравоохранения. Анастасия Пахлестова. Итоги недели.